Автобусы и маршрутки Екатеринбурга сегодня проверили специалисты транспортной инспекции. Особое внимание уделили соблюдению расписания движения и чистоте в салонах. Любовь Букреева подробнее. Вот уже несколько лет водитель автобуса Рашид Оледдинов колесит по 48 маршруту. Говорит, в пункт отправления всегда прибывает заранее. Вместе с механиком проверяет исправность транспорта и наводит порядок в салоне. В свободное время на конечках стараемся следить за порядком. Берем бедро, терем, по кондуктору постоянно следить за этим ситуацией. Чистоту салона сегодня оценивают не только пассажиры, но и специалисты муниципальной транспортной инспекции. Они вышли в очередной рейд. Проверку водителя этого автобуса прошел. Впрочем, одно замечание все же получил. Информация для слабовидящих. Вот она вот здесь наклеена. Как человек, который с ограниченными возможностями подойдет сюда и вот это прочитает. Ему даже в стадии снигде. Вот как он стоит. Это должно быть наклеено в доступном месте. Допустим, или здесь, или вот здесь. На конечной остановке горбольница номер 7 инспекторы проверяют чистоту и внешний вид автобусов. Указаны ли данные о перевозчике, а также соблюдают ли водители расписание. Оценить работу муниципального и частного транспорта могут жители Екатеринбурга. Именно по их жалобам и составляется график проверок. 28-й автобус, это вот я ехала в 7-ю горбольницу, он, ну, когда как, когда нормально ходит, когда вообще не дождешься. Ну, в автобусах грязно. Следующая остановка на улице Учителей. Здесь инспекторы проверяют автобусы 0,70 маршрута. Вопросы вызывают пустая бутылка и веник, который находится под сидением. Даже такие мелочи, говорят специалисты, влияют на безопасность пассажиров. Ну, а посторонние предметы, представьте себе дорожно-транспортное происшествие, ну, не дай бог, конечно, все это полетело, куда полетело, кому в голову, кому в плечо, кому в глаз. Зачастую, говорят инспекторы, водители не соблюдают расписание и раньше заканчивают работу вместо 11 вечера в 9. Каждое нарушение ревизоры фиксируют и составляют протокол на руководителей автотранспортных предприятий. Многие люди жалуются на остановках, беспричинно отстаиваются водители. Подъехал к остановке, вот, и у нас есть прописана такая норма, если более минуты беспричинно автобус стоит на остановке, вот, мы производим фиксацию, видеофиксацию, вот, и за это административный штраф в 3000 рублей. Следующий рейд состоится уже завтра. Маршрут для проверки инспекторы не называют, чтобы застать водителей врасплох. Любовь Букрева, Кирилл Ростовский, События ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова